Доброе утро! В эфире телеканала Катунь 24 новости. Меня зовут Антон Скаль. Сразу к выпуску. Более 700 вакансий представят соискателям на ярмарке вакансий в краевой столице. В эти минуты она проходит в центре занятости населения Барнаула. Рабочие места предложат Автодорстрой, Меланжист Алтая, Завод механических прессов, крупные банки и операторы мобильной связи, торговые предприятия. Работодателям требуется начальник отдела в сфере строительства, начальник производства, инженеры, экономисты. Кроме того, будут предложены вакансию специалиста центра дистанционного взыскания. Необходимы также ветеринарные врач, медсестра, швея, пекарь. Специалисты колл-центра заявлено 731 рабочее место. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края. Все подробности можно уточнить по телефону в Барнауле 55 51 10. К 80-летию Алтайского края наш телеканал продолжает знакомить вас, наших телезрителей, с историей районов нашего региона. Природные богатства Хабаровского района особая гордость жителей. Один из экологов-энтузиастов Юрий Колупанов, он долгое время проработал районным охотоведом. Сейчас на пенсии, но все равно теперь уже негласно остается в строю и бережет природу своей малой родины. Он смотрит на леса Хабарского района, как и 40 лет назад. Юрий Иосифович Колупанов всю свою жизнь посвятил охране природы. Еще мальчишкой он полюбил охоту и рыбалку. Затем окончил Иркутский сельскохозяйственный институт. И вернулся в Хабары, где начал работать охотоведом, после чего перешел в природоохранную службу. Спустя годы Юрий Иосифович говорит, что сохранение природы начинается с сознательности людей. Пока каждый человек не проникнется сознанием бережного отношения к природе, в том числе и охотник, у нас в принципе ничего не изменится. Ну и желательно, конечно, чтобы менталитет русского человека изменился в лучшую сторону, чтобы не оставляли после себя на местах отдыха. За почти полвека работы в природоохране Юрий Иосифович изъял почти 170 ружей и 500 капканов. Также по его инициативе в местных лесах и водоемах вывели бобров и раков. Сейчас эколог на пенсии, но активно помогает новым егерям следить за заказником Хабарский. Наша съемочная группа стала очевидцем задержания браконьера. Местный житель закинул в водоем сеть, что запрещено законом. Как говорит рыбак, просто хотел проверить, есть ли здесь рыба. И такие случаи не единичны. В заказнике Хабарске много желающих поживиться за счет природы. Поэтому на помощь местному егерю приходят экологи-энтузиасты. Помогают в рейды выезжать, так же само патрулировать. То, что одному тяжело очень патрулировать. Так же само здесь один браконьер, а в стране могут быть еще браконьеры. Это надо территорию обследовать. Пока пойдешь территорию обследовать, не уши. Быстро собрались и все уехали. За вклад в охрану природы Юрий Иосифович получил премию губернатора имени Виктора Верещагина. Но, как отмечает сам эколог, лучшая награда – видеть природу в ее первозданном виде. Вадим Слюсарев, Денис Кузьменко. Новости. На дворе середина октября в Алтайском краевом театре драмы уже началась работа над спектаклем для губернаторской елки. К Новому году в театре готовят сказку по повести «Волшебная кисть Деда Мороза». История – это про обычных школьников, в руках у которых есть волшебная кисть. С помощью нее можно оживить любой рисунок. Так у Феди и Мишки появились коньки, клюшка, перочинный нож, мечи. Однако, как и в любой новогодней сказке, есть тот, кто хочет лишить детей праздника. На этот раз злой волшебник Абракадабр. Добавлю, что к Новому году готовятся и в других театрах Барнаула. В Молодежном театре Алтай имени Валерия Золотухина поставят сказку «Принцесса волшебного леса». В Алтайском государственном театре музыкальной комедии работает над сказкой «Синяя птица». На этом у меня пока все. Хорошего вам дня. Оставайтесь с нами.